С кинскими седлами Брукс это уже история или не стареющая классика? Ну а они что-нибудь делают, кроме ретро? Интересно, я просто на самом деле не углублялся в эту тему. Так на, по крайней мере, на велосипеды, которые в чиклосториках используются, люди с большим удовольствием это ставят, удивляя тем, что историческое седло выглядит как новое, оно и есть новое, как выясняется потом. Ох уж эти городские раздачи, как они памятные. Но здесь-то как раз развалиться очень сложно, если ты окончательно не застрял в хвосте, потому что с тихого хода разгон потом бешеный и может образоваться дыра. А впереди ты идешь более плавно, и, соответственно, у тебя колебания мощности меньше, и вставать тебе меньше, иной раз даже и не нужно вставать, не нужно и трогать тормоза, во-первых, практически. Много где, по крайней мере. Ну и не нужно так отчаянно разгоняться, чуть-чуть добавляешь даже в седле. Здесь, что не город более-менее крупный, то транспортный хаб. А финишный Тартона тем более, еще с античных времен. Разрыв 21 секунда. Гоняться по этому городу за основной группой. Вы видите, тут источные углубления на брусчатке. Большое количество железа, которое тоже скользит даже и в жаркий, и в сухой день. И текущая скорость соответствующая. Какая именно? В районе полтинника все тех же. 50 километров в час. Несмотря на то, что своего самого главного и самого знакового спринтера Трек Загофреда потеряла из-за, по-видимому, вирусной инфекции. И без Ниццоло. Есть кому поработать впереди. Они не сбрасывают. Наглядки пока. Слишком много генеральщиков. Нибали, Дюмулан. И их подвозильщики. Вон и Юнгельс тоже. Белеет по центру группы. У Юйна всегда все равно повысший пульс, чем у Гавири. И у Гавири, соответственно, гарантированно высший пульс, чем у Андре Грайпеля. Итальянцы не делятся своей частотой сердечных сокращений. Но то, что мы видим, кстати говоря, по своему трекеру. Ваты, вызывающие доверие у Гавири, да, в районе 500. Постоянно от 350 до 500. А вот пульс-то у него здесь завис. В трекере он завис на в районе 100 ударов в минуту, чего быть не может. Верона, Пласа, Лауренс-Тендам. Троечка высокорослых гонщиков. Которые пока не могут достать из глубины группы своих капитанов. Багрейн Меридо раскатывает. Вышла гвардия. Они были на первый план. Они не соперничают за первые места в спринтерских развязках. И главная задача дожить до отметки 3 километра до финишной черты. А тут еще бомбить и бомбить. И плюс к этому выходы на открытые пространства сейчас покинут очередной городок. И только после Вогерры будут ветровые перетяги. Обещали попутный ветер. А на самом деле почти строго боковой. Пытается дестабилизировать. Одновременно сохранить позицию Нибали. И дестабилизировать ситуацию в группе. Багрейн Меридо пытается выловить на ошибки Мавистар в первую очередь. Понимая прекрасно, что Мавистар будет действовать агрессивно в горах. Но пока вот я вижу и Рохаса, и Кентану тоже вижу совсем рядом. Лулу Санчес раскатывает поезд Астаны. И снова, снова. Либо тот хвост, который был, вливается. Либо, наоборот, новый образуется постепенно. Вот сейчас треснуло. Сейчас потеряли контакт. И вы видите, сразу же, стоя в одного и без уступа, примерно 30 гонщиков, которые не сумели удержаться в хвосте, начинают отдаляться. И некоторые из них все-таки имеют еще достаточную мощь в ногах. И отчаянным броском добирают хвост группы. Тебе стоит повиснуть на 5 метров. Помните, как Андрей Грайпель, который не сумел зацепиться за квикстепом только из-за того, что он из-за сильного напряжения уронил педаль. И все, и шанс выиграть тот этап был потерян. Хотя перед этим, до того, как потерял педаль, он уже надежно сидел в голове. То есть это 2-3 секунды. И потом даже отчаянная бешеная атака Грайпеля в районе 1500 ватт не вернула его в первую группу. Потому что всплеск это всплеск. Держать минуту за минутой такую мощность иногда это может быть проблемой даже и для гориллы Грайпеля. Гвардия Беннета по левому краю. Наиболее массовая и наиболее организована. Бора Ангрохе выкатанная этой зимой под Петра Сагана. Построилась точно так же, как она это делала на предыдущем этапе. Ролан прокололся. Не Ролан, во-первых. Ну и прямо скажем, опять-таки, у Канан Дейла в данной ситуации выигрышных карт на руках нет. Так что Корен может, кстати, дернуть. Может, у него хороший темповой рывок тоже, он атлетичный гонщик. Но не на эту развязку-то явно. Катюша по центру. Ну и здесь постоянные перемещения, постоянная драка за позицию. И вы видите, что прикрытый сзади могучим широкоплечим жупой Куба поборолся за позицию без нарушения правил. Толкаясь только плечами, не отрывая руки от руля и не нарушая прямолинейности движения. Иной раз даже это, в общем-то, метод самозащиты. Точнее, метод совместного выживания. Если вас уже понесло, и если вы не оперлись плечами друг на друга, выстроив такую своеобразную едущую стремянку, то один под другого заедет, сцепитесь с рулями, еще что-нибудь подобное произойдет, и полетите, и положить можете половину группы. Забрались. Недообразовались в результате. Уже почти сформировавшиеся эшелоны. Нет, все-все снова восстановили. Кузнецов и компаньоны. Ярко выглядящие в своем красном. И небесного цвета майки Астаны. Два лидера, и с ними Лулу Санчес. Два защищенных. Идущие в 15 лучших. Катальдо и Таналькангер. И Луис Леон Санчес, который везде ход, который везде проскочит. Скорость гонки близка к средней расчетной. К той, на которую и рассчитывали до старта. Этого этапа. Далеко не везде ветер был помощником. Поэтому сегодня ноги расслабляли далеко не все, а только те, которых только очень аккуратно возят на колесе. Авицкому вроде бы готовят. Авицкому вроде бы готовят пространство. Но пока совсем впереди его не видно. Вчера ребята в синем были в количестве 3 уже на последних 10 километрах не ниже 20-й позиции. Но потом вы слышали, рассказывал Ренат, что было столкновение, механические проблемы, сбой темпа и... И все. Все улетело. Не в последнюю очередь благодаря агрессивности Юэна. Все так и тянет его Мак Юэном назвать. Хотя это спринтеры все-таки совершенно при схожести фамилий. Спринтеры совершенно разного плана. Что касается Робби, то Робби перепробовал себя в совершенно разных качествах. И веломенеджера, личного менеджера гонщиков, сейчас довольно активно работает на телевидении. С микрофоном на перевес постоянно бегает. Но тем временем продемонстрировал свое владение велосипедом в кроссовом стиле Омар Фрайле. Сразу же начавший оказывать первую помощь своему велосипеду. Его горному зачету это никак не угрожает, естественно. А то, что он может финишнуть под 1300 ватт, все равно в эту драку спринтерскую он не полезет. Но гонщик очень интересный, разносторонний характеристик. В этом плане по-хорошему не современный спортсмен. Бросается сейчас в атаку не узкоспециализированный Фрайле. Но пойди догони в одиночку. Его генеральная классификация никого не интересует. Его самого в первую очередь. Однако уж совсем отставать не хотелось бы, конечно. Только чистота. И чистота вы видите в районе сотни оборотов в минуту. Гавирия как-то глубоковато пока висит. И слишком много генеральщиков впереди. Фрайле проскакивает сопровождающие машины. Возвращается в группу, выдавая свои фантастические ваты. Ну а Хуан Антонио Флэджи сегодня не вынужден был подниматься на заоблачные выси. Достаточно было последних 500 метров. Он даже на велосипед не сел. Я думаю, что здесь лучше всего будут чувствовать те, которые идут в атаку заранее. И захватывают хорошую позицию. Вы помните, как Постельбергер на первом же этапе этого добился? Все время в основном встречный и встречный боковой ветер. Но здесь последние 450 метров это кусок по ветру. И здесь, соответственно, будет очень мощное ускорение. Если сумеет поезда выставить своего лучшего вперед, то там его будет уже не поймать. Но вы видите, тоже и по лентам видно. В общем, сегодня мы ждем славной, заслуженной победы кого-то из скоростных спринтеров. Но для этого, для начала, нужно быть на верной позиции в последнем повороте на последней развязке. Омар Фрайле как семечки щелкает, такие ускорения. Возвращается в основную группу. Не успели мы три раза даже глазом моргнуть. Не хочется вываливать в любом случае. Это инстинкт велосипедиста. Точно так же, как и инстинкт, когда грохочут сзади падающие велосипеды, ускоряться. И вот из-за этого, кстати говоря, иногда создается впечатление, будто от упавших убегают специально. Основная группа из относительно узкого участка вырывается сейчас на оперативный простор широкого шоссе с прекрасным покрытием. И вот в этот момент за 9 километров до финишной черты и хотелось бы, в общем-то, и выпрыгнуть. Но выйти совсем на первые позиции никто не торопится, потому что ветер по-прежнему неблагоприятный. Ветер по-прежнему встречный боковой. Вы видите, скорость настолько падает. Даже под 40 километров в час опускается после поворота. Хотя нельзя сказать, что все катят и поплевывают. Напряжение высокое, но ветер мешает. Срыв потоков с винта у вертолета тоже выглядит весьма живописно. Но он не настолько низко, чтобы мешать спортсменам в зависимости от наклона вертолета. Это может достаточно тоже быть сильным эффектом. И мы знаем прецеденты, когда, сопровождая кого-то в разделке, вертолет подыгрывал изрядно. Опять же, очень многие после этапов говорят о том, что операторские мотоциклы и фотомотоциклы, сопровождающие джира, очень часто слишком активно участвуют в гонках. Подвозят то группу, то отрывы. То есть находятся уже совсем на недопустимом расстоянии. И что организаторам стоит обращать на это все-таки большее внимание. Потому что это фактор очень серьезный. Тортона – место популярное на Джердитале. Много раз здесь заканчивались этапы. Много раз выигрывали известные мастера. Еспер Скибби – атлетичный, рослый датчанин. Был последним из них в 89-м году. Встали. Остановил ветер. Желающих атаковать под такой ветродой нет. Ну и очень широко, конечно. Вы видите, сколько человек помещается в шеренгу. Доволен перекладывающие ноги. Лидирующий в генеральной классификации Думулон, который ухитряется сейчас на этом отрезке. Не превышать 350 ватт. Вы видите, иной раз даже падает меньше, чем до 250 опускается мощность. Но тоже моментальная мощность его гуляет в большей степени, чем у некоторых других, которые представлены в этой табличке. У Грайпеля 30 с небольшим. У Юина как раз-таки повыше. Мощность подпрыгивает. У Гавирии стабильно ниже 300. Гавирия по-прежнему. Гавирия сегодня начал, видите, настолько прямой подъезд и бесхитростный, что он по этой стрелообразной дороге едет. Кто-то скажет, даже совсем застряв в середине группы. Но вот здесь в Маме, где находится он против ветра, такое ощущение, что полный штиль. И ты работаешь уже не на 20% меньше, чем те, которые под ветром, а на все 50, пожалуй, по ощущениям так. Семь километров до финишной черты спринтера в первых рядах по-прежнему не видно. Лулу Санчис первому Астаны, Гаспаротто первому Нибали. Все защищают генеральщиков. Моллему тоже по правому краю вывезли, но как-то он далековато от всех остальных лидеров генеральной классификации. Правый край, это два голландца из генеральщиков. Моллему и Крайшвайк, ну и примкнувший к ним зачем-то Андре Грайпель. Очень часто поймать нужный фланг, а когда такая широкая дорога, поменять фланг очень сложно. Потому что ты же не попросишь, не скажешь, ребята, извините, мне надо по диагонали всю эту толпу прошить. Финиш в Тартоне был единственный раз. Транзитом проходила часто гонка, а финиш был только при участии Скибби. Тибо Пино провозят вперед. И теперь еще Тибо оказывается из генеральщиков по правому флангу. И Тибо, если мы выискиваем, допустим, кто лучший восходитель из спринтеров, то кто лучший спринтер из восходителей, мы как-то более-менее уже определились, что это Тибо. Хотя Фрайле, просто он не настолько известен пока еще. Фрайле может составить ему конкуренцию со временем. Тоже еще один очень молодой гонщик, только начинающий раскрывать свои качества лучшие. Все больше и больше народу. Уже три человека в помощь Моллиме. Моллиме, который за исключением убежавшего Дамулана пока никого больше не отпустил. Достаточно пока корректно ведется борьба за позиции. Несмотря на то, что очень часто на широких участках и при наличии ветра толкотни бывает больше. Вроде и места-то больше. Но и агрессии бывает иногда через край. Ну и вот вы видите, как бы само собой получается. Как будто по молчаливой договоренности перед Гавирией раскрывается оперативное пространство. Только что он сидел и тоже не особенно нервничал, потому что некоторые, кто оказывается закрытым в коробочке позиции где-нибудь так на 30-й спринтеры и остается ехать 7-6 километров, они уже начинают просто паниковать, орать на своих товарищей по команде и пытаться вырваться туда, где вырваться невозможно. А Гавирия сидел, экономил силы и был абсолютно уверен в том, что перед ним распахнется оперативный простор. И когда распахнулся этот простор, он не стал тоже раньше времени вылезать, а дал возможность тем товарищам по команде, которые сидели глубже, переместиться к нему, встать перед ним. И сейчас перед ним уже потенциально очень хороший поезд. Опять Грайпель и его компаньоны поехали по широкому радиусу. И вы видите, что правый кусок группы на этой ротонде опустился и потеряли все позиции по 10. Среди них и Тибо Пино, между прочим, тоже, судя по всему. Без последних 500 метров этот финиш – борьба с ветрами. Скорость невысока, мощность солидная, усилие огромное, преимущество нереальное. Кристиан Коррен не зря торопился вперед после своего прокола. Он должен был помогать товарищам по команде, вытаскивая в первую очередь генеральщика формулу. И опять, обратите внимание, как-то уж очень много, стараясь играть, как говорится, доверного. Пуцата выскакивает в одиночку за 4 километра до финишной черты. Возможно, Пипо понимает, что на всех горных этапах этот звездный гонщик не имеет вообще уже никаких шансов. И насколько все-таки по-особенному он выглядит со своим коротким тельцем, с длинными руками, с отодвинутой назад посадкой, высоченной, как будто историческое путешествие. Как-то совсем иначе сейчас сидят практически все. Но это был лишь только некий жест, может быть, полупрощальный даже в этой гонке для Филиппа Пуцата. Этапов под него больше не осталось. На сегодняшнем этапе его тоже далеко, естественно, никто не выпускает. И под ветрами встав, он тут же упирается в эту ветровую стену. И Пуцата, легендарный гонщик, отличный классик. И прекрасный финишер, прекрасный раскатчик финишера в свое время. Еще Тома Бонана он возил, когда тот был в большей степени спринтером. Пуцата, любимец итальянской публики. И заброшен ветром обратно в группу последние 3 километра до финишной черты. Пуцата продолжает опускаться по центру пилотона, поглядывая, чтобы... Поглядывая, где Моречко. И поглядывая, чтобы его не сгребли, конечно. И по-прежнему перестраховывается Борогансгро. И они, конечно, выстроили классный пояс, но они все время впереди, они все время под ветрами. Они ничего в отличие от квикстепа не экономили. Все время держали левый фланг. Вчера это не сработало. Беннет был в тройке, в очередной, в третий раз. Но в очередной раз ускользнула от него победа. А просто Пьяцаменти уже не устраивает ирландца, главного штатного спринтера Боры. По правому краю построились их главные оппоненты. И с ними очень сложно справиться. Когда вовсю начинает раскатывать квикстеп, вы помните, Лотто пыталась построить свой собственный поезд и вывести Грайпеля поближе, ничего не получилось. Так они остались висеть на правом краю. Ну и сейчас вообще вся голова атакующей группы это представители немецкой.